Боже, шалом, церковь! Боже, шалом, на церкви! Первое, я хочу приветствовать из Израиля, из церкви живой Израиль, от церкви жив Израиль, большое благословение, на церквата на Канара. Да, Давид и Слава. Само интересно е, когато я послушал, сега преброих себе си по всички тези пунктове. Слава на Бога имам към какво да се стремя. Няма да ви кажа на кой пункт се спрях. Но на самом деле, мне очень приятно находиться с вами и поделиться словом. и да споделяя словото. Знаете, когда моя проповедь называется «Изменена жизнь»? Моята проповедь се назовава «Променен живот». И я как-то вспоминаю, как царь Шлома, Соломон, все время говорит «Слушай, обратите внимание на муравья, на кузнечиков». През цялото време казва «Обърнете внимание върху муравките, върху други». На мелоч како-то. На някакви дребни неща. Господь говорит «Смотрите, цвети полевие». Господь казва «Погледнете цветята из полето». Сега, ако вземеш цвета от полето и го подариш на някого, сигурно няма да го оценят това. А если там искусствено, что-то подариш, большое, кали, розы, то «Ах, как он меня любит». Ако искусствено, голямо, голям букет с рози, «А, колко ме обича». А Господь все время нам что-то указывает на мелочи какие-то. А Господь винаги ни показа върху някакви дребни неща. Я б хотел бы с вами тоже сегодня обратиться. Это бабочка. И бих искал да се обърна към вас също. Посмотрите фильм. Погледнете този фильм за Пеперутка. Итак, вообще, если так посмотреть, 200 лет назад, если бы сказал бы я эту проповедь, меня бы посадили в тюрму. Ако бих казал тази проповедь преди 200 години, щеше да съм в затвор вече. Люди не верили, что гусеница – это личинка бабочки. Хората не са вярвали, че гусеница – это личинка на Пеперутка. Просто говорили, что это ерес. Не может быть. Казали са, че ерес. Не может да бъде. Гусеница, которая называется к отряду вредителей относится. Гусеница, которая от вредителей. Которая незащищенная, противная. Которая питается листьями, как вредитель. Иногда даже встречается на остатках животных. Питается пухом, перьями, шерстью. Как это может быть после бабочкой. Как това может след това да бъде Пеперуда. Обратите внимание. Сейчас вот гусеница, которая постоянно кушает. Обърнете, това е гусеница, которая постоянно се храни. Мы могли бы ее осудить, да? Можем да ее осудим. Сразу минус пункт, там не осуждай, да? Веднага минус пункт да не осъждаш. После она спускается и начинается ее труд. И след това ця слиза и започва нейния труд. Всему свое время. На всичко определено время. Как только лишь она начинает строить себе место для кокона. Когато тя започва да си строи мястото за кокон. Кто ее этому научил? Кой ее научил за това? Знаете, что гусеница, она не может плодиться. Знаете ли, че гусеница не может да се размножава? Гусеница может кушать, может вредить, но не может расплаживаться. Гусеница может да се храни, да вреди. Но не может да се размножава. Но для того, чтобы дать потомство, но с даде потомство, она должна измениться. Тя трябва да се промени. Происходит чудо. Става чудо. Смотрите. Снимается верхняя корка, которая была на гусенице. Примахва се верхният слой, от което е било върху гусеница. Внутри происходят распад от гусеницы. Вътре започва разлагане на гусеницата. И чудесное превращение. И чудесно преображение. Которое будет длиться, это быстрая, ускорена съемка, 8-15 дней. Това всъщност ще продължава от 8 до 15 дни. Мы еще вернемся к бабочки. Ние ще се върнем към пеперудата още. Но я хочу сказать, что люди точно так же. Но искам да кажа, че хората са по същия начин. Человек без Христа. Човек без Христос. То же самое, как гусеница. И също только като гусеницата. Вредный. Живет сам для себя. Живет и сам за себе си, вреден. Мало того, что он вредит другим, он может и естественно вредить самому себе. Той може да вреди на другите и на себе си. Вы знаете, что ни для кого не секрет. У вас, может быть, есть знакомые, которые курят, пьют. Знаете ли, че за никого не е тайно? Сигурно можете имать и познати, които пушат, пият. Может, кто-то наркотики употребляет. Может быть, някои употребляют наркотики. К сожалению, есть. До сожалению, има готова. Может быть, есть такие, которых вы знаете, что они очень плохие люди. Самые низкие. Они проститутки. Они там пьяницы. Может, има такива, которые познават, которые на дно то вече, проститутки, пьяницы. Я извиняюсь за это слово, но просто иногда хочется сказать, что есть. Но извиняюсь, че така го казвам, но всъщност понякога трябва да го кажем така как то е. Я уже говорил о том, что гусеница, она питается всякими вот мертвыми растениями, вот какой-то вот мерзостью. Вече казах, че гусеницта се храни с мертвы неща, с нещо много неприятно. А чем питается бабочка? А с какво се храни пеперутката? С цветочный нектар, сок фруктов. С нектар от цветята, сок на плодовете. Видите, уже пошла такая красная линия. Виждате ли тази червена линия? Которая соединяет природу и человека. Която свързва човека и природата. Когда человек встречается с Иисусом, все меняется. Когато човекът се среща с Иисус, всичко се поменя. У него другие мысли появляются. Има други мысли. Он по-другому над мир смотрит. Гледа света по друг начин. У него искрено сердце помочь кому-то. Има искрено сердце да помогне на някого. У него появляются не только друзья, приятели. Той има не само приятели. Но ближе, братья и сестры. Вече стават поблизки, братья и сестры. Читает Слово Божье. Читает Божье то Слово. Но как это все происходит? Но как това всичко става? Я хотел бы немножко все-таки такой вот пример привести. Искам да проведай один пример. Помните, в послании Ефесянам, в четвертой главе, восьмом и девятом стихе написано о том, Сещате ли се в посланието към Ефесяне, четвърта глава, осм и девяти стих, пише? Не восемь девять, а четыре восемь девять. Ефесяне, четвъртая глава, восьмой и девятый стих. Ефесяне, четвъртая глава, осм и девяти стих. Здесь рассказывается про Ишуа, Иисуса Христа. Тут се рассказа за Ишуа, Иисус Христос. По всему и сказано, вошел на высоты, пленил плен и дал дары человекам. Затова казва, като возлезе на высоту, плени плен и дати дарове на човеците. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. А това возлезе, что другу значи, освен чебе понапредь, слезал в местата подолни от земята. Представьте, что весь мир – это рынок рабов. Представьте себе, что целый мир – это пазар на рабове. Не важно, с какого ты народа. Сколько тебе лет и какой статус ты имеешь. Без Иисуса все рабы. Все стоят у пазонных столбов. И хозяин – грех. Он определяет вашу будущность. Ты ничего не можешь изменить. И вдруг, когда у тебя уже руки опускаются, нет никакой надежды. И вдруг появляется Ишуа. Иисус Христос, который зашел с каким-то сосудом. Иисус Христос, какой-то и влязывался с някакой в суд. И говорит, я за всех плачу. Плачь там за всички. Что это может быть? Какого может быть това? Это кровь. Твоя кровь. Это невинная кровь Иисуса Христа. Невинная кровь на Иисус Христос. Он говорит, я плачу за всех, все свободны. Той казва. А с плачь там за всички. Всички со свободны. Все абсолютно люди. Абсолютно всички хора. Даже твой враг. Даже твой враг. Человек, который сделал ужасные грехи. Человек, который направил ужасные грехи. Ты свободен. Свободен си. Нужно только две вещи. Нужны само две неща. Поверить в это. Да повервашь в това. И покаяться. И да се покаешь. Только лишь ты произносишь, что я верю в тебя. Само да кажешь. Аз вярвам в теб. Каюсь. Покаивам се. То сразу падают с тебя цепи. Веднага падат уковите от теб. Кто поверит этому. Който поверва в това. Тот будет свободен. Той ще бъде свободен. Но многие не верят. Но многото не верят. Как в Исаия в 6 главе написано. Как то пише в Исаия 6 глава. Что в 6 глава 9-10 стих. 6 глава 9-10 стих. И сказал он. Пойди расскажи этому народу. Слухом услышите и не разумейте. Очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце человека сего. Ушами с трудом слышат. И очи свои сомкнули. Да не узрят очами. И не услышат ушами. И не уразумеют сердцем. И не обратятся. Чтоб я исцелил их. Представляете. Раб. Стоит. И он знает что будет. Его бить будут. Его кто-то покупает. И той знает как вашетое случай. Чти губият. Някой гукупова. Кто-то появился и говорит. Я плачу за всех. И някойся и появил. А сплач там за всички. Просто даже каждый раб может подумать. Ну что он такое может маленькое принести. Что за всех заплатил. И всякий раб может да си замысли. Какого толкова малку Эдунея Салчи может да платить за всички. Для того чтобы это понять. Я хочу вам рассказать один случай. С Дагора с Берем. Искам Давида расскажет нас случка. В церкви был один брат и говорил. Что имали сме един брат в церквата и оказал. Во време Великой Отечественной войны. Во времето на Великой Отечественной войны. Советские солдаты поймали пленных немцев. Советските солдати са хванали немските. Один из них. Из советских солдат. От советските войници. Он потерял всех. И изгубил всички. Семью, родных. Семейство, роднини. Он такой злой накинулся на пленного немца. И той с тази умраза се е хвърлял върху този немец. И стал его избивать. И започнал да губие. Его уже друзья отводят. Они говорят, слушай, оставь его. Он сдался. Он в плен. Вече приятелите го дърпат. Остави го. Той вече се е предал в плене. Молодой немец показва. Говорит. Не убивай меня. Только лишь не убивай. Млад немец казва, показва. Само не ме убивай. Не ме убивай. Я христианин. Меня заставили сюда прийти. Накарали са ме да дойда тук. Но советският им казва. Раз ты христианин, ты к Богу я отправися. Я все равно ни во что не верю. И пока он его не застрелил, он не успокоил себя. Ако си христианин, тогава към Бог ще си тръгнеш и не се успокоил, докато не го е застрелил. Проходит время. Минава време. И этот самый солдат, всъщност този самия войник, в преклонном возрасте, когато е бил возрастен, се е покаял. И вдруг он видит сон. И изведнеш вижда сон. Че той е на суд. И обвинитель показывает историю вот этого солдата. И обвинителят показывает историята на този войник. Че той е бил христианин. И тот умолял его, но тот его убил и пролилася невинная кровь. Че той е убил христианин, който се е молил всъщност. И се е пролила невинна кровь. По-человечески нет прощения этому, да? По-человечески не ма прощения с два. Но вдруг Господь встает и говорит, он свободен. Но изведнеш Господь става и казва, той е свободен. Весь ад удивился, говорит, как это он свободен? Он пролил христианскую невинную кровь. И целий ад става и казва, как той е свободен? Той пролил невинна христианская кровь. И в этот момент Господь говорит, да, но кровь моего сына сильнее. И всъщност тогава казва, да, но кровь на моят сын е по-силна. Кстати, церковь живого Израиля очень сильно, часто проповедует о крови Иисуса Христа. Церквата на живия Израил много често проповядва за кровь на Иисус Христос. Я слышал много свидетельств. Чувался много свидетельств. Даже вот сейчас, когда Хамас творил свои нехорошие дела в Кибуце. Куда-то Хамас сотворял ужасные нечто в Кибуце. Это такие лагеря, где находились репатрианты. И первое время они там живут. И вот кто говорил, что кровь Иисуса, они все живые. И те казват всъщност, че кровь на Иисус Христос не все живи. Когда человек болен какой-то неисцелимой болезнью, если над ним молиться и исповедовать кровь Иисуса Христа, ако се молишь с Него и исповядваш кровь на Иисус Христос, получает исцеление. Той получава исцеляване. Когда видишь, что человек имеет какую-то зависимость, когато виждашь, че човека има някаква зависимость, так же молиться во имя крови Иисуса Христа. Също се моли в името на кровь на Иисус Христос. Исповядвание крови, оно творит чудеса. Исповядвание на кровь проявява чудеса. Ну хорошо. Вы свободный раб. Освободилися, узы упали. Я... Ой, извини. Добре. Ви сте свободный раб. Паднали са ви уковите. Гледате, всичко е паднуло. И, знаю, я поверил, что ты Господь мой Бог. Повервах, че ти си Господь мой Бог. Я каюсь за все, что я плохое делал. Покаивам се за всичко лошо, което съм направил. И лош от сатаны приходит. Значит, теперь у меня все будет классно. И лошта от сатаната идва. Ими, значит, всичко сега ще е готино при мене. Все будет хорошо. Всичко ще бъде наред. Я буду очень успешным. Ще буду много успешен. У меня не будет никаких проблем. Няма да имам никакви проблеми. Бог об этом не говорил. Бог никога не казал за това. Снова обратимся к бабочке. Отново да се обърнем към пеперудата. Вы видели, когда в коконе происходит вот эта метаморфоза? Видяхте, когда в кокона се случвала метаморфоза. Для того, чтобы вылезти из кокона, бабочка ртом гризет кокон, чтобы вылезти оттуда. И пеперудката, за да излезе от кокона, тя започва да го яде с устата. Один ученый, наблюдая за этим процессом, он решил помочь бабочке и ножницами с хирургической точностью разрезал только кокон. И той с хирургическа точность, с ножицами срязал кокона. Не повредил крылья бабочки. Не повредил крылете на пеперудката. И к его удивлению, упала толстая тушка. И к неговия щок е паднала пеперудката дебела. С маленькими недоразвитими крыльями. С малки недоразвитие крылья. Оказывается, что каждое ее движение, выйти на свободу, вот это давление, Оказа се, что всякое движение к свободу, оно дает силы крыльям. Толста гусеница, которая залезла в кокон, она теряет массу тела. Дебелата гусеница, которая влязла в кокона, тя всъщност губи масса на тиглото. И эти трудности, которые она испытывает, они уходят не крылья. И тези трудности, которые тя испытывала, утиват в крылете. Та бабочка была толстенькая, с маленькими крыльями, она никогда не полетит. У нас и пеперудка е била много дебела, с малки крылей, никога нямаше да полетит. Наверное, точно так же и Господь к нам относится. Сигурно по същий начин и Господь к нам относится. Он смотрит на нас, что мы вот в коконе. Он, наверное, так, вы, наверное, думаете, знаете, вот я пришел и вдруг, Господи. И вы сигурно се замислите, когато сте дошли, Господи. У меня нет терпения. Я имам терпения. На следующее утро я просыпаюсь, аллилуйя, у меня есть терпение. Следующее утро я просыпаюсь, аллилуйя, имам терпение. Нет, оказывается, так не происходит. Оказывается, че не все случилось така. Для того, чтобы ты имел крылья, за да имаш крылья, ти должен что-то потерпеть. Ти трябва нещо да изтърпиш. Очень хорошо написано Второе Петра. Первая глава, четвертый и восьмой стих. Первая глава, от четверти до осмой стих. Второе Петра. Так, первая глава. «Которым даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались с причастниками божественского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Оказывается, мы точно так же как бабочка должны сами что-то сделать. Если мы видим в нашем характере, что не хватает терпения, мы можем молиться, и Господь нам послёт испытания, для того, чтобы у нас появилось это терпение. Если у нас нет любви, Бог пошлёт нам нелюбимых людей, которые будут нуждаться в нашей помощи, чтобы у нас проявилась любовь. Сегодняшняя проповедь – это изменённая жизнь. У каждого есть свой выбор. Оставаться гусеницей, или стать бабочкой. Если, дорогая душа, ты сегодняшние проповеди внимательно примешь и послушаешь, днешната проповед днес внимательно что я слушаешь и приемаш, то здесь есть ещё одно. Тук има още одно нечто. Есть такое слово «статистика». Има такова дума «статистика». В каждую минуту, может секунду, умирает на земле кто-то. Всяка минута, может быть секунда, някой умира на тази земле. По разной причине, и никто не даёт гарантии, что завтра кто-то останется живой. По различни причини, обстоятельства, и няма никакого гарантия, че утре някой ще е жив. Сегодня есть шанс. Днес има шанс. Шанс не умереть. Шанс да не умреш. Поверить в Бога. Да повярваш в Бог. Покаяться. Да се покаешь. И изменить свою жизнь. И да променишь живота си. Да благословит каждого из вас, Господь. Да ви благослови Господь, всеки един от вас. Аминь. Аминь. Аминь.